Друзья, всем привет! На связи Александр Янюк, с вами команда TVT Expert. Я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка. Сегодня пятница, подводим итоги торговой недели, начинаем мы с американского доллара, который продолжил нисходящую траекторию. В понедельник мы видели плюс-минус такую картину, и соответственно основная идея была в том, что если произойдет коррекция к области лимитного удержания, лимитной активности, то будет смысл поработать дальше на продолжение нисходящей тенденции. К сожалению, яркого движения вверх не было, и соответственно точки присоединения к этому падению тоже лично у меня не образовалось. Поэтому пока нисходящая траектория с большей вероятностью будет продолжаться, есть смысл присоединяться, если ваша торговая система предоставляет такие возможности, такие точки входа. К примеру, те, кто работают на пробой локального минимума, вот как раз сейчас неплохая ситуация образовывается. Так, дальше у нас европейская валюта по евро. В понедельник идея была следующая. После реализации предложения, которое скорее всего должно произойти вблизи области, где у нас фонды начали достаточно агрессивно покупать, есть смысл работать на продолжение тенденции. Идея с реализацией, ну здесь тоже, как вы видите, особо сильно не продвинулась и в минимум много не продавали. То есть здесь была попытка контратаки продавцов, мы видим, это как раз по количеству, но эта контратака ничем не увенчалась и цену. Дальше просто погнали вверх. Да, вслед за продолжением тенденции. Фонды по-прежнему удерживают лонговые позиции, поэтому с большей вероятностью здесь тенденция восходящая будет продолжаться до момента, пока мы не увидим, что они планомерно начинают разгружать свою позицию. Это первое, либо они супер агрессивно зайдут в новый максимум, тогда это тоже будет звоночком, что спрос реализовали. Пока что все хорошо, тенденция потихонечку развивается. Я считаю, что нас ждет дальнейшее продвижение цены вверх, но помним, что магнитом на текущий момент для этой области выступает отметка 1.1, так как разница в процентных ставках как раз таки будет притягивать цену к вот этим уровням объема. Поэтому после более такого сильного отклонения, если фонды не будут дальше поддерживать, вот как раз откроется шикарная шартовая возможность. Швейцарский франк даже перевыполнил план евро. Он продолжил свою восходящую траекторию. Мы видим, что фонды здесь только-только начинают накапливать лонговую позицию. Открытый интерес плавно продолжает расти, то есть заинтересованность участников рынков, продвижение цены есть. Я понимаю, что некомфортно заходить с таких отметок, поэтому лично я не захожу. Дальше у нас австралийский доллар. По австралийскому доллару идей торговых не было. Вот по новозеландцу идея была в том, что новозеландец будет перформить австралиец. Но, как мы видим на этой неделе, ничего сверхяркого новозеландец не продемонстрировал. В принципе, динамика движения точно такая же, как и у австралийского доллара. Просто сейчас вот австралиец чуть-чуть как-то выбился более быстрее, более повыше. Но я считаю, что новозеландец будет его догонять за счет как раз того, что фонды здесь еще наращивают лонговую позицию. А по австралийскому доллару они сокращали свою шорт-позицию, а лонги не добирали особо. Поэтому здесь рост зеленой линии, это как бы не то, на что лично я рассчитываю. В целом тенденция продолжается, это здорово. Класс. Канадский доллар. По канадскому доллару вот как раз здесь очень интересная ситуация. В понедельник мы говорили о том, что учитывая, что не закрыли цену ниже области, где у нас проявил себя лимитный участник, то есть смысл поработать на продолжение тенденции с целью дождаться реализации рыночного спроса, раз схождение индекса в нейтральную область и после этого уже начинать шортовую идею. На текущий момент реализации спроса нет. Есть феноменально огромнейшее предложение, маркет-предложение, которое принял лимитный покупатель. Это очень странно. Если мы посмотрим на аккумуляторную дельту за последнее время, то она очень тико по объему быстро уходит в отрицательную область. По количеству, как мы видим, здесь как раз выкупали, то есть по количеству работали в лонг. Таким образом формируется дивергенция. Если в ходе формирования этой дивергенции у нас образуется точка входа, в данном случае шорт, если образуется, это будет хорошая возможность для начала торговой идеи шортовой, это первое. Либо если точки входа здесь не образуются и цена куда-то уйдет, то у нас появится возможность поработать на возврат к этой области. И сейчас, в принципе, уже можно это все обозначить. То есть с большей вероятностью, куда бы цена там, если не появятся точки входа, сейчас окей. Ждем тенденцию, ждем, когда цена сделает оттяжку от этой дивергенции. И дальше можно будет начинать работать на возврат. Неважно, это будет вниз либо вверх, но в целом чаще всего цена после выхода из дивергенции делает туда возврат. Вот, да, есть смысл дождаться сот-отчетов, если все-таки сот-индекс уже сошелся в нейтральную область, то будет смысл как раз начинать поработать в шорт по этому инструменту. Дальше у нас британский фунт. По британцу идея была шортовая, так как прошлую пятницу закрыли под значимым объемом. И, соответственно, все шансы на то, что этот реализованный спрос, который мы видели как раз, он и приведет к локальному снижению. Это произошло. То есть цена сделала возврат, ретест этой области, да, области как раз, где у нас и происходила реализация рыночного спроса, попытки контратаки. Вот, и после этого неплохо откатило для внутридневного движения, но как для среднесрочного пока не супер сильно. Здесь стоит учесть еще и то, что американский доллар потихонечку снижался, поэтому британец еще так сильно как бы и не падал на этом фоне. Но это уже слабость. Все остальные выросли, а он стоит. Он даже не стоит, он снижается. Таким образом, это слабость инструмента, и эта слабость выльется в хорошее падение, когда американский доллар просто остановится. Вот тогда дополнительной поддержки не будет. Индекс потребительских цен в Британии вышел нормально, ниже, чем ожидали. Это уже хорошо, то есть инфляция потихонечку стремится к таргету, который для себя поставил, установил центральный банк. Поэтому, ну, пока здесь не так все супер плохо в экономике, но в целом экономика достаточно слабая. Инфляция у них длительный промежуток времени была значительно выше, чем у остальных, соответственно, и снижаться она будет к таргету значительно дольше. Плюс последствия от такой высокой инфляции длительный промежуток времени. И учитывая то, что фонды реализовали свой спрос, я считаю, что вот эта область как раз будет достаточно сильной областью, которую пройти будет достаточно сложно. Посмотрим. Если здесь супер много шарта откроют, то, конечно, вынесут их всех. Да, я в позиции, я жду снижения до уровня объема, обновить минимум за этот фьючерсный контракт и сформировать нисходящую траекторию. Тогда фонды начнут покидать позицию и тогда эта позиция может усилиться еще больше. Но посмотрим, что там в соотчетах будет и что будет делать американский доллар. Сможет он все-таки разогнать дальнейшее снижение или нет. Японская иена. Идея здесь была в понедельник с отката, опять же, на продолжение тенденции. Основная идея это закрытие шартовых позиций фондами. Раз. Второе это слабость американского доллара, которая поддерживает как раз таки японскую иену. И конец года, да, под конец года японская иена любит завершать на нулевых значениях. То есть упала там на 1% за первых полгода, за вторых полгода выросла на 1%. Поэтому плюс и минус закрывают год без особых изменений. И сейчас вот эти все драйверы, они как раз таки драйвят цену дальше вверх. Красивый откат, красивый, прям вот быстро и резко все как полагается с контратакой. И после этого оно сейчас двигает потихонечку вверх на установление новых максимумов. Здесь достаточно сочно будет выбить вот этот максимум. Тогда с очень высокой вероятностью все те, кто с этого максимума накапливали шов в позицию, они тоже покинут свои позиции. Да, ждем развязку. Так, по нефти торговых идей не было. Здесь пока не вижу ни точку присоединения. У меня нету видения на дальнейшее снижение, либо на разворот. Пока без внимания. Этот инструмент золота продолжила вялую динамику восходящую. Сезонность пока играет на руку покупателям золота. Я считаю, что эта тенденция дальше будет продолжаться. Идея основная это только сезонность и падение американского доллара. Шиничка. Ничего интересного. Медь. Тоже, ну, медь потихонечку растет. Не так активно, как хотелось бы под конец года. Учитывая еще то, что данные в Китае вышли достаточно неплохие. По газу я уверен, что такое падение газа привело к тому, что заинтересованность участников в этом рынке достаточно высокая. Плюс на падение чаще всего участники рынка видят вот так, и они типа, ну, вот здесь их где-то уже дно. Потому что психологически намного легче покупать, когда цена находится в нижней половине графика. Да, по поводу газа здесь, как вы видите, тоже особо интереса нету, так как продажи приводили к успеху. Текущие продажи не привели. То есть здесь закрыли вроде как повыше основных продаж. Но для того, чтобы инициировать лонги, нам необходимо как раз закрыться выше всех основных продаж, которые вот происходили. Поэтому закрепление на маркет покупка без проблем. Должны вытолкать цену повыше, закрыться повыше. И вот тогда можно попробовать на техническую коррекцию. Если хоть один из этих факторов не сработает, то не стоит, ну, против такой тенденции пилить как-то вообще неохота. Так, серебро двигается в целом как и золото, но, как мы видим, чуть-чуть активнее, и поэтому спрайт между золотом и серебром плавненько себе сходится. То есть оба растут, но серебро делает это чуть лучше. Трипта не установила минимум. В понедельник мы видели приближение к локальным минимумам, но это как раз, как вы видите, не произошло, и цену достаточно быстро выкупили, и на текущий момент продолжают болтаться в этом боковике. Из хороших новостей это то, что в рынке достаточно мало шарта, поэтому пока суперяркого движения вверх ждать не стоит, но потихонечку накапливают ланги с плечами. То есть утилизация вот в этот момент на ландпулах основных упала, но на текущий момент снова вернулась 95-97%. Выше она не может подниматься, потому что там ставки уже достигают на некоторых площадках и 100% годовых по займу, поэтому участники рынка особо не спешат под такие проценты залетать пока что. Но в районе до отметки 40% годовых займ такое может быть. Ну, такое было уже. Окей, да, по крипте пробой особо пока не буду работать на пробой локального максимума. Шорт свой еще держу, он приносит мне дополнительные дивиденды в виде ставки финансирования, в виде распада. Ну, танго на рынке фьюкерсом достаточно большое. Соответственно, конструкции, они перманентно распадаются, и это приносит дополнительную доходность. Поэтому пока шокпозицию буду удерживать, с учетом того, если шорт в рынке начнет увеличиваться, тогда придется закрываться и переворачиваться уже в лонг на среднесрочную тенденцию. Вот, но пока таких драйверов, которые бы задрайвили цену повыше, нет. Более. Новый год. ETF-ы уже не примут. Новые деньги в рынок уже идти не будут, так как слишком много банковских каникул. Кто будет сейчас покупать тейблкоины, если там большинство дней банки работать не будут, либо ранее закрытие, либо еще что-то. Так, дальше у нас фондовый рынок. По фондовому рынку в понедельник идея была в том, что будут разгружать лонги, которые были хеджирующими для опционных конструкций. Но, как мы видим, этого не произошло. То есть участники рынка что-то в начале дня там продавали, но потом достаточно быстро все выкупили и цену затащили повыше. Это не сильно помогло. Мы видим, что продавцы включились, все-таки вернули цену в баланс. И здесь основной интерес – это как раз коррекция к вот этой области и после этого уже дальнейшее продвижение. Это прям идеальный сценарий с реализацией предложения вот в эту область. Но с большей вероятностью такого не произойдет, не подарят им такой подарок. Скорее всего, Санта-Клаус ралли будет продолжаться из текущих отметок. Вот прям просто будут подталкивать цену. Дальше повыше к новым высотам для того, чтобы закрыть текущий год на очень хороших отметках. Для того, чтобы в предвыборный год записать статистику, как с плюсиком закрылись. Еще есть, например, среднестатистическим. Это прям будет очень хорошо. Russell чувствует себя чуть лучше, чем S&P. Это можно увидеть и на спреде. Между Russell и S&P, то есть Russell за текущую неделю, все-таки находится выше открытия, в отличие от S&P. Да, спред пока удерживаю. Я рассчитываю на то, что будет еще хорошая возможность добрать этот спред в момент, если Russell вдруг установит свой локальный максимум, а S&P до этого максимума еще не доберется. Насдак, в принципе, показывает ту же динамику, что и S&P. И, то есть, несколько дней попробовали подтянуться, но потом достаточно яркая коррекция. Так, и со спредом Новозеландец против канадца пока не сходятся. Они сильно не расходятся, но пока не сходятся. Поэтому здесь есть хорошая возможность для тех, кто еще не в позиции, кто вдруг, если вы торгуете, но пропустили ситуацию, то вы пока много не упустили. Здесь как раз может появиться хорошая возможность для того, чтобы в момент прострела Новозеланда, когда он будет устанавливать свой новый максимум, дождаться как раз момента еще чуть большего отклонения для реализации этой торговой идеи. Спасибо за внимание. Всем отличных выходных. Хорошенько отпраздновать с Рождеством, с Новым Годом. Да, всем спасибо за комментарии, за лайки. До встречи уже в Новом Году. Счастливо. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова